По лестнице. Разумеется, чтобы поставить в шкаф и не пользоваться дружкой, поставку нужно. Вы ее ставите, и она у вас вот таким образом стоит. Потому что запустить кроме одного, двух, трех раз не поручится. Надо подышать. Да, или придать скорость. Не получится. Поэтому на самом деле этой дружкой интереснее пользоваться, когда нет подставки. Если нет подставки, то у нас появляется больше свободы для человечка. И этот человечек у нас начинает бегать туда-сюда, туда-сюда. Вы заметили, в чем отличие? Заметили отличие? В чем отличие? Потому что так он только в одну сторону, а так может и в одну сторону. Нет, ну так. И долго, уже в шестой раз. Пытаются все время установить ровно ее, а именно под 90 градусов. То есть подставочка. И, соответственно, удобнее всего пускать его вниз. Но, как только подставку мы убираем, появляется больше возможностей, ничего ему не препятствует, просто идти как бы в подборочку. Сейчас пойдем в подборочку. Увидели? Угол наклона не обязан быть в 90 градусах. Он точно так же ходит. Теперь вопрос. Если у нас поставить горизонтально, то он никуда не пойдет. Вот он так как в виске. Задрывая совсем небольшой уголок, он не срывается. Почему же он ходит под углом? Не обязательно. Видите, это же не 90 градусов. А он все равно идет, а не падает отвесно вниз. Он зацепился за петлю, за лестницу. Не может с нее упасть. Да, он зацепился за лестницу, не может упасть. Действительно, если вы посмотрите на игрушку, вот если вы посмотрите за счет чего этот эффект, толщина вот этой щели в точности соответствует вот этой гурьере, равно росту этого клоуна. Поэтому я не могу, если вот здесь закрыты места, начало и конец, не бесконечная лестница, как у меня получается, когда я верчу, а закрыто начало и конец, то вот эту игрушку сюда невозможно вдеть. То есть если вы наденете с одной стороны в прорезь, то с другой стороны он не войдет, потому как его длина равновидитка расстояния мне, и он не проскочит. Понятно? И, собственно, по этой же причине, вот куда бы я ее не стонула, поэтому он у меня проворачивается, и когда сползает, с одной щели, вы помните, там такие же, он сползает, но уже начинается. Вот этот, вот, поход. Соответственно, вот этим хвостом он уже заходит в следующую ступенечку. Понятно? И поэтому вот он, раз, соскакивая с одной, заходит хвостом в следующую. И, опять, почему получается под наклоном игрушка? Да, под наклоном тоже он крутится, поскольку в данном случае движение задается не тем, что он весит и должен как вниз упасть. Движение задается, вот это скользящее, видите, вот оно, скользящее движение по ступенечке. То есть вот этот промежуток, вот этот промежуток, он едет по ней. Поскольку щель размером совпадает с шириной ступеньки, то он должен проехать по этой ступеньке, видите, если вот так приложить, да, и он попадает вот этим хвостом в следующую и входит опять в следующую прорезь. Видели? Поэтому мы можем на самом деле его кушать в том числе и под наклоном. То есть вот это положение, оно не единственное. Не единственное. Продолжение следует...